Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакасия. В студии для вас работает Татьяна Донцова. И коротко о главном. Зверское убийство младенцев под Синем. Следователи шокированы тем, что сделала мать со своим новорожденным ребенком. Факты против эмоций. Жителям села Оршаново представили доказательства экологической безопасности будущего разреза. Хакасия готовится к Олимпиаде в Сочи 2014. Сегодня стали известны имена факелоносцев. Мать убитого в Алтайском районе младенца нашли. Она оказалась весьма известна в родном селе. Свою беременность женщина тщательно скрывала. Ее задержание стало шоком не только для коллег по работе, но и для многих знакомых односельчан. Подробности выясняла Ольга Стельмах. Еще несколько дней назад Ольга Куликова работала в подсинской школе. Молодая женщина 32 лет следила за самочувствием учеников. Занимала ставку школьной медсестры. Сегодня она задержана. Ее обвиняют в убийстве собственного ребенка. Труп новорожденного мальчика обнаружили в лесополосе на окраине деревни. По версии следствия, 28 марта 2013 года жительница Алтайского района самостоятельно родила в своем доме сына. Поскольку ребенок был нежеланным, мать завернула новорожденного в пеленку, нанесла ему множественные удары ножом в область живота, грудной клетки и шею, после чего поместила ребенка в пакет, взяла молоток и нанесла ему не менее пяти ударов по голове. После жестокой расправы мать избавилась от мертвого сына, перекинув сверток через забор. Место, где 16 апреля нашли тело младенца, находится в непосредственной близости от деревни и в частности от дома подозреваемой. Зверски убитый малыш пролежал среди кучи мусора. Три недели. Буквально по соседству с собственной матерью. Комментировать ситуацию руководство школы отказалось, но в личной беседе директор заверил. О том, что их медсестра беременна, не знали. Своё положение женщина тщательно скрывала. Скорее всего, утягивала живот. Да и после в подавленном состоянии ее не видели. Вот в пятницу я ее видал, последний год, в эту пятницу. Чувствую, что пошутили, все, посмеялись. Там не поверишь никак, что она что-то там убила или еще кому. Ой, конечно, лучше бы отдала бы кому-нибудь здесь. У меня шестерна, но отдала бы, мне бы, я бы ее воспитал бы. Новость о задержании Ольги Куликовой шокировала не только коллег по работе, но и жителей самой деревни. О ее семье соседи рассказывают. Жила с родителями, без мужа воспитывала сына. Что побудило молодую женщину убить собственного ребенка, да еще и с такой жестокостью, сегодня выясняют следователи. Если вину Ольги Куликовой докажут, ей грозит наказание. До пяти лет лишения свободы. Ольга Стельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Угроза подтопления в окрестностях Абазы миновала. Оперативные и спасательные группы МЧС вернулись к местам постоянной дислокации. Ледяной затор на реке Абакан самоликвидировался. Осадки, выпавшие в выходные, привели к незначительному повышению уровней рек. Этого хватило, чтобы затор, образовавшийся между Абазой и Арбатами неделю назад, размыло. Напомним, два дня подряд на месте велись взрывные работы с вертолета. Ледяной массив удалось своевременно уменьшить и разрыхлить. Поэтому подтоплений населенных пунктов не произошло. На сегодняшний день паводковая обстановка в Хакасии спокойная. Сегодня черногорские пожарные предотвратили взрыв бытового газа. Возгорание произошло в одной из панельных газифицированных многоэтажек. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки, которое, по словам жильцов, не менялось в доме с 1968 года. Двухкомнатную квартиру на втором этаже хозяева купили совсем недавно. Молодая женщина и двое ее трехлетних детей спали. Запах гари молодая мама почувствовала буквально в последние минуты. Выскочила в чем было вместе с двойняшками в подъезд. Позвала соседей. Пожарные расчеты прибыли на место спустя пять минут после поступления сигнала. Огонь в квартире был потушен в считанные минуты, чтобы не допустить взрыва бытового газа. Сильный дым угрожал здоровью жильцов. Их пришлось в срочном порядке эвакуировать. В том числе с помощью спасательной лестницы. Была произведена эвакуация по автолестнице с пятого этажа ребенка восьмилетнего возраста. И также эвакуация с пятого этажа уже при помощи спасустройств. Веном ГСДС был эвакуирован ребенок грудной. Двухнедельный всего. Как бы пожар произошел без жертв, без пострадавших. Спасено 12 людей. Очаг в кратчайшие сроки эвакуировали. А в Абакане все оперативные службы сегодня были стянуты в район Черногорского парка. Хозяин одного из частных домов обнаружил на своем участке снаряды. Мужчина приобрел дом полгода назад. Когда сошел снег, решил разобрать мусор в ограде. О своей опасной находке сразу заявил в полицию. Кинолог обследовал боеприпасы, но собака не обнаружила следов взрывчатки на металлических болванках. Была осмотрена вся усадьба. Больше никаких подозрительных предметов не нашли. По факту проводится расследование. Специалистами-саперами МВД по республике Хакасия снаряды были осмотрены. Было признано, что они не представляют опасности и являются учебными снарядами калибра 110 мм. В настоящее время они направлены на утилизацию. Споры вокруг Оршановского разреза начали стихать. Скорее всего, противников стало меньше после того, как люди ознакомились с заключением глав госэкспертизы. Однако самые активные до сих пор стоят на своем. Минувшую пятницу вечером в Оршаново состоялось первое в этом году заседание экспертно-консультативного совета. Как оно прошло, расскажет Елена Крылова. В течение двух месяцев самые авторитетные эксперты в России изучали проекты, делали выводы. Уже заключение на 140 листах прорабатывали специалисты в республике. Но создается впечатление, что противники предприятия ничего не читали и собрались в очередной раз помитинговать. Вода уходит туда, а вакансов где жить? Нам где жить? Отметим, что сегодня митингующих все же меньше, чем обычно. Минрегион связывает это с тем, что заключение экспертно-консультативным советам уже обсуждалось. К этой работе подключились и многие активные противники. И как результат, сегодня их в этом зале нет. Многие люди понимают, что действительно главгосэкспертиза – это достаточно серьезная государственная структура, к которой нет основания не верить. Там также работали специалисты. И у нас некоторые наши члены экспертных групп поменяли свое мнение. Тема о подкупе федеральных экспертов – основной довод противников. Чиновники разъяснили вопрос. Угольщикам действительно пришлось заплатить за все исследования, чтобы федеральные эксперты проверили не только сам проект, но и ответили на все вопросы противников разреза. Деньги, да, были заплачены. Деньги были заплачены в бюджет Российской Федерации, как сборы за проведение экспертизы. Но это не подкуп. А если подкуп, то государство. Прослушав весь доклад экологов, протестная группа сделала главное заявление. Разрезу быть своему согласию выставили ценник. Мелочиться не стали. Отвалите миллиард. Приложение защитников природы прозвучало именно в такой форме. Еще они добавили, работа от слова «рапы» им не нужна. Руководство разреза уверено. Жаркие эмоции возникли не на пустом месте. И споры вокруг разреза имеют окрас политический. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. Сегодня Оркомитет Сочи 2014 огласил имена некоторых кандидатов в факелоносцы. По несколько человек из каждого региона. В Хакасии из тех, кто скорее всего понесет олимпийский огонь, названы двое. Ими стали члены олимпийской сборной страны по бабслию Петр Макарчук и заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе Инга Карамчакова. Оба спортсмена сами не заявлялись. Их выдвигала республика. Напомним, в эстафете Олимпийского огня примет участие 14 тысяч факелоносцев со всей России. Сколько их потребуется от Хакасии, пока организаторы держат в секрете. Сейчас идет отбор кандидатов. Полный список Оркомитет обещает опубликовать 7 июля. В Абакане задержаны двое молодых людей, которые распространяли курительные смеси. Гастролеры из Иркутской области общались с покупателями исключительно с помощью СМС. Контактный телефон они рисовали краской на стенах городских зданий. Деньги принимали через электронную платежную систему. Несмотря на предпринятые меры конспирации, наркополицейские сумели выследить продавцов спайса и задержали их с поличным. Одного на съемной квартире, другого в момент закладки зелья. За неделю они заработали 160 тысяч рублей. Было изъято 66 граммов синтетического канабиоида, при помощи которого можно было изготовить около тысячи тост спайса и незаконно заработать около миллиона рублей. Один из молодых людей сейчас отбывает административный арест за потребление наркотических средств без назначения врача. Кроме этого им грозит административная ответственность за поршу городского имущества, за пропаганду спайсов. Умение решать проблемы в селе Аскиз оценили на федеральном уровне. Муниципалитет признан лучшим в стране, победив в конкурсе, который проводило Министерство регионального развития России в номинации «Лучшая практика решения вопросов местного значения». Это результат работы сельской власти за последние два года. По словам главы сельсовета Марины Анжигановой, за счет участия в различных программах, федеральных и республиканских, вырос бюджет и стало возможным решение вопросов благоустройства и улучшения жилищных условий населения. Переселение граждан из ветхого аварийного жилья, модернизация, капитальный ремонт объектов ЖКХ, капитальный ремонт благоустройства внутри дворовых территорий, асфальтирование дворов, уличное освещение. Собственные доходы муниципалитета, по словам главы поселка, 13 миллионов рублей. По федеральным и республиканским программам удалось привлечь в три раза больше, и бюджет вырос до 52 миллиона в прошлом году. Награждение состоялось в Государственной Думе. Оно было приурочено ко дню работников местного самоуправления. Эта дата только появилась в российском календаре и отмечалось минувшее воскресенье впервые. А в субботу в России отметили национальный день донора. В Абакане прошла акция «Знаменитые люди республики сдают кровь». К числу доноров присоединились и наши корреспонденты. Репортаж Олеся Калиниченко. Акции «Знаменитые люди Хакасии сдают кровь» как таковой не получилось. Приглашенные известные люди республики не пришли. Причина у всех уважительная. Состояние здоровья, занятость, субботник. Наиболее отзывчивыми оказались журналисты и актеры русского драматического театра. «Приятные эмоции, потому что много делаешь добро и пользу. Я много раз задумывалась об этом. У меня есть знакомые, которые постоянно совершают эту процедуру. Почему бы нет, если все будет хорошо, можно и постоянно. На станции переливания крови без знаменитости было многолюдно. В обычный рабочий день врачи принимают не более 60 доноров. В субботу до обеда сдать кровь пришли около сотни. Помимо стандартного сладкого чая с печеньем, людям дарили памятные подарки – значки, сумки и бейсболки с символикой». «До кроводачи допускаются исключительно здоровые люди. Донор – это здоровый человек, поэтому самочувствие может быть только в лучшую сторону, потому что организм сам обновляется, все свои резервы задействуют по максимуму». Причины, по которым люди становятся донорами, разные. Кого-то на станцию переливания крови привело несчастье с близкими. Но большинство идут на этот шаг совершенно осознанно, помогая безадресно и безвозмездно. «Чтобы спасти одну жизнь, то есть на одном переливании крови, нужно в среднем четыре порции крови. То есть четыре раза по 450 мл. Но если я пришла сегодня восьмой раз, то на сегодняшний день я спасла две жизни». В этом году вступил в силу закон о донорстве. По новым правилам за сдачу крови запрещено выплачивать денежную компенсацию. Крупные мегаполисы, где людям платили, столкнулись с проблемой сокращения числа доноров. Хакасию такие трудности не коснулись. В республике уже несколько лет кровь сдают бесплатно, получая взамен лишь благодарность и шоколадки. Алис Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня 143-я годовщина со дня рождения Владимира Ленина. В Абаканине круглую дату отметили возложением цветов. У памятника вождю собралось порядка 30 сторонников КПРФ. В нынешнем российском обществе отношение к Владимиру Ленину противоречивое. Молодежь практически не знает о такой политической фигуре. В лучшем случае его называют организатором октябрьского переворота, когда Россия свернула с эволюционного пути развития, в результате гражданская война, массовые политические репрессии. Для людей старшего поколения Ленин остается основателем первого в мире социалистического государства, где не было безработных, а медицина и образования были бесплатными. Поэтому каждый год 22 апреля ветераны приносят цветы к памятнику Ленину. В Абакане подвели итоги конкурса «Мисс Абахай-2013». Заявки на участие подали более сотни красавиц коренной национальности, причем не только из Хакассии, но и из Красноярского края и Новосибирской области. В финал прошли 15 девушек. Решала судьбу короны компетентное жюри, в составе которого были знатоки модельного бизнеса, заслуженные деятели искусств, актеры и режиссеры. В итоге титул «Мисс Абахай-2013» присужден ученицей национальной гимназии Анни Янгуловой. Она стала обладательницей короны, а также денежного приза на сумму 50 тысяч рублей и сертификата на участие в международном конкурсе «Мисс Россия Интернационал». «Я в прошлом году участвовал в жюри этого конкурса. Действительно уровень растет. Я уже не говорю про то, что у девушки был очень тяжелый выбор. Все девушки красавицы. Это еще показывает гордость нашей Хакассии». Таковы главные темы дня. Напомню, посмотреть наши новости можно и в интернете на сайте вестихакассия.рф. Всего хорошего. До свидания.